Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Макс Кэпитал. У нас целая серия видео по поводу того, что нам делать в мае месяце, поэтому если хотите не пропустить новое видео, обязательно регистрируйтесь по ссылке. Ну а мы продолжаем, то есть у нас был видеоролик, что делают умные деньги и почему, и кто такие умные деньги. У нас был ролик, соответственно, проблемы, которые есть в банковском секторе Соединенных Штатов Америки, кто там большой может упасть и почему. Сегодня хотелось бы поднять тему, связанную с тем, а что же в текущих условиях имеет смысл держать в портфеле, то есть и почему, что называется. Краткое резюме, в двух словах, которые можно провести по итогам этих двух видео, состоит в том, что и казнить нельзя, удерживая ставки на текущих значениях высоких, и помиловать невозможно, то есть смягчить денежно-кредитную политику и включить печатный станок, потому что инфляция еще не поставлена под контроль. Факторы, которые влияют на инфляцию, они из краткосрочных превратились в долгосрочные, то есть меняется заработная плата, меняются ставки по аренде, и это долгосрочный фактор роста инфляции. Поэтому смягчить денежно-кредитную политику не получается. И здесь получается, что я говорил о том, что мы входим в период новой нормальности, назовем это так, то есть много смертных приговоров и выборочно, но одновременно в большом количестве идет помилование. Доверие к финансовым регуляторам, соответственно, снижается. Когда снижается доверие, нужно понимать, что, как я вижу развитие событий, кому-то все равно дадут сдохнуть. То есть кому-то дадут умереть, это нормальная история, и это неизбежно. Умереть дадут, опять-таки, акционерам региональных банков, умереть дадут тем, кто не использовал параметры риск-менеджмента, умереть дадут, кто злоупотреблял кредитным левериджем. В погоне за сверхприбылями, в погоне за высокими доходами, за высокими бонусами было сделано очень много косяков, и за это нужно ответить путем банкротства. Но при этом нужно понимать, что экономику, скорее всего, поддерживать будут, и здесь я бы сейчас, в настоящий момент, выработал бы следующую стратегию. Опять же, с заявлением, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я ни к чему не призываю, делюсь своим собственным мнением и стараюсь его обосновать. Итак, первое, что нужно включать в инвестиционный портфель в таких случаях, это золото и золото добытчиков. Почему? Потому что, опять же, сначала будет страшно, и все будет падать в цене, золото в том числе тоже будет снижаться в цене. Но в дальнейшем будут спасать, то есть будут вот эти договоры, ну, решения о помиловании. Низкая процентная ставка в рубленный печатный станок. Золото неизбежно на это отреагирует. По движению золота в последнее время мы это как раз-таки наблюдаем. Что, несмотря на то, что денежно-кредитная политика была жесткая, несмотря на то, что процентные ставки повышали, золото не упало. То есть золото пыталось скорректироваться, но при этом его постоянно кто-то серьезно покупал, его кто-то серьезно держал. И причиной тому являются, опять-таки, последствия второго порядка. То есть умные деньги в том числе, центральные банки, да, они понимают и осознают, что выход из этой ситуации только снова напечатать деньги. Еще такая возможность есть до 27-го, 28-го года. И поэтому по-хорошему здесь имеет смысл находиться в комморитис, в сырьевых товарах и находиться в золоте и золотодобытчике. Про золото и золотодобытчиков мы поговорим отдельно в видео в следующем, поэтому призываю подписаться на канал. Там я расскажу про золото, почему и для чего, о его плюсах и минусах еще раз в текущий момент. Но просто понимайте, что вот этот, если у вас сейчас нет золота, лучше, чтобы оно в портфеле непосредственно было и драгоценные металлы. Второе, это природные ресурсы. То есть природные ресурсы нужно понимать, что если глобально можно покупать фонда на сырьевые товары, если у вас нет инфраструктуры для иностранных операций, то в России можно просто авоцировать российский рынок, он в принципе является рынком сырьевых компаний. То есть это компании, производящие нефть, газ, электроэнергию, это компании, производящие металлы, драгоценные металлы черные. И почему нужно включать? Потому что если будет высокая инфляция, в первую очередь будут расти цены на, вот именно сначала будут расти цены на природные ресурсы, потом будут расти цены на акции, которые занимаются добычей природных ресурсов. В дальнейшем, по мере контроля над инфляцией, это перенесется в другие плоскости, то есть к компаниям, которые используют эти природные ресурсы, потому что сначала для них будут существенные проблемы. Включенный печатный станок, он будет в ситуации экономической рецессии, экономического кризиса. В этом случае прямые производители будут нести прямые убытки, а цены на сырьевые товары будут расти. Поэтому сырьевые компании и сырьевые товары сначала вырастут в цене. Опять же, сначала сырье отреагируют, потом отреагируют акции сырьевиков, компаний, добывающих и производящих сырье. И только потом, по мере стабилизации ситуации и ухода каких-то глобальных проблем и того, тех денег, которые будут напечатаны, когда они дойдут до реальной экономики, тогда это уже скажется на других компаниях. Поэтому, если вы это понимаете и осознаете, то да, не нужно забывать про кэш, конечно же, потому что все упадут. Вот неплохо имеют золото, золото добытчиков, акции сырьевых компаний или прямые природные ресурсы. Из компаний, которые тоже имеют смысл включать в портфель, это компании, которые производят товары первой необходимости. То есть, это может быть ритейл-дискаунтеры в России, это могут быть на глобальном рынке компании-производители потребительских товаров. Ну, то есть, какой бы кризис ни происходил, туалетную бумагу покупать надо, зубную пасту покупать надо, шампунь покупать надо. Да, кто-то где-то, наверное, уходит из какого-то премиального сегмента в более бюджетный сегмент, но, тем не менее, все равно этим пользуются. Поэтому здесь нужно понимать, что компании, производящие товары первой необходимости, они все вот эти вот риски инфляции, они в себе стерилизовать будут. То есть, соответственно, они просто будут повышать цены на свои товары на уровень инфляции. Инфраструктура. Когда мы говорим про инфраструктуру, это телекома, электроэнергетика, то есть, опять-таки, от связи, от интернета, от воды, от электричества мало кто отказывается. Несмотря на рост цен, люди могут уменьшить бюджетные траты на другие какие-то вещи, на услуги, на путешествия, на рестораны, но при этом коммунальные платежи непосредственно платить будут. Ну и кэш, да, то есть, опять же, про кэш я уже неоднократно сказал, мы вот в этом видео говорили, где инвестируют умные деньги и паркуют сейчас в кэш-эквиваленс. В России таким инструментом могут являться биржевой фонд от ВИМ инвестиций, ликвидность. Здесь вы получаете 7,5%, в любой момент можете продать, очень низкие спреды, если ставка, соответственно, будет расти, потому что фонд ВИМ ликвидность, чем он занимается? Он предоставляет деньги в операции репо. То есть, когда вы, допустим, на брокерском счете хотите купить с плечом, то брокер вам предоставляет деньги. Брокер сам деньги произвести не может, он, соответственно, приходит на рынок межбанковский, и на межбанковском рынке он может получить эти деньги. Он может получить от центрального банка, он может получить от других банков, то есть, так называемые ставки овернайт на одну ночь, и предоставить их вам. То есть, вам он при этом перепродает эти деньги, допустим, за 15% годовых, за 20% годовых, а сам занимает под ставку рефинансирования в районе 7,5%. Вот ВИМ ликвидность, а он как раз-таки занимается тем, что он предоставляет деньги центральному контрагенту под 7,5% годовых. Преимущества в любой момент можете внести, в любой момент можете забрать, размещены в фонде, защищены, поэтому кэш можно парковать непосредственно здесь. Вот такую структуру я бы предложил сейчас формировать более подробно, то есть, это то, что позволяет сейчас сохранить деньги и не угорять очень сильно нападением. При этом очень важно в настоящий момент изучать компании с фундаментальной точки зрения, как их оценивать, как их включать в портфели, кто из компании может принести убыток, несмотря на то, что у нее могут быть прекрасные финансовые показатели, как распознавать, что компания рисует отчетность. То есть, по этому поводу мы проводим отдельный бесплатный мастер-класс от Вячеслава, ссылка на данный мастер-класс находится под данным видео. Не упустите такую возможность пройти обучение, чтобы понимать, что когда все-таки небо разверзнется и наступит потоп глобальный, компании начнут плыть, что в этот период будут плыть все. И тот, кто выживет, и тот, кто не выживет, ведь важно, соответственно, делать ставку и включать в портфель, кто может выжить в такой ситуации и в долгосрочном периоде принести значительную прибыль вам, как инвестору. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.